Оренбуржец Виталий Кузнецов отправился автостопом в Индию И рванул в Индию через Владивосток Почему Виталий так знаменит? Я сейчас объясню Здравствуйте, я путешественник, у меня нет денег, если у вас есть какие-то продукты для меня Возможно, у меня нет денег Хе-хей, привет всем! Я работал в мебельном салоне, был управляющим, у меня был продавец Это дело было в Казахстане, меня отправили в Казахстан Я там прожил год Меня отправили в Казахстан, я там прожил год А он такой помешанный на Ютубе был Жалко, мы сейчас не общаемся с этим человеком Помешан был на Ютубе и говорит Слушай, вот ты прям вообще зайдешь на Ютубе Вот по-любому у тебя получится, тебя будут люди смотреть Вот тебе просто надо снимать Я говорю, а что мне снимать? Он, вот просто снимай свою жизнь, как ты ходишь по улицам Ну вот такие влогеры есть, да Но влог нужно вести, это тому человеку, который уже популярен, интересен Да, его можно смотреть Ну я такой, окей, ну у меня не было ни телефона, ни камеры, ничего Точнее телефона с нормальной камерой Я купил телефон за 11 тысяч рублей, LG какой-то Ну камера такая, ну понимаете, да, за 11 тысяч рублей И просто вышел, начал снимать Вот я иду в торговый центр Вот я взял пиццу, я буду кушать пиццу Ну и вот так снимал Потом сам заинтересовался как-то Ютубом Что можно снимать, как, искал свой формат Вот, снимал, снимал, снимал И стало скучно и решил отправиться в путешествие Подумал, что я уже как-то путешествовал, когда в универе учился Автостопом ездил в какие-то города Вот, и подумал, круто будет путешествовать Я вроде это умею И снимать людям показывать Вот, да, в путешествие я, наверное, отправился для того, чтобы снимать А сейчас я снимаю, потому что путешествую Да, в какой-то момент телефон сломался Перестал вообще выкладывать видео Думаю, буду просто путешествовать Никому ничего не буду показывать А потом стало жалко терять все эти моменты Потому что замыливается со временем Забываешь что-то Вот, сейчас я люблю смотреть Пересматривать свои видео Потому что много чего забывается Да Но сейчас я снимаю для себя А монтирую для зрителей Так что я работаю А боязнь, да, что ты спланировал первое путешествие Ну а боязнь чего-то? Конечно Боязнь У всех есть боязнь чего-то нового, да, чего ты не знаешь Боязнь, что умру с голода Я выехал с тысячей рублей из дома Все, у меня больше не было денег Никаких там Где я буду кушать, где я буду жить Как я буду общаться с людьми Я вроде общительный, но Когда ты просто приехал в какой-то город Такой Хе-хей, привет всем Ну нет Сложно, да, так, наверное Было сложно Пугало Я никогда не был за границей Ну вот Казахстана я не считаю Потому что там все русскоговорящие А первая страна В которую я после России попал Это Китай Я вот переживал Что я ни английский не знаю Вообще ничего не знаю Как все будет И запугали вот этими всеми новостями Постоянными Что там убили Там авария Там еще что-то Вот этим запугали Да, вот этого боялся Что кто-то подберет на машине Приставит нож Там еще Ну у моего товарища было такое Вот это да Было страшно Да, людей боялся больше всего Чем чего-то Через неделю, наверное Как я туда попал Я Китайцы дают много денег Вот, постоянно Вот и сели тебя в гостинице Покупают тебе еду И мне дали денег Я заселился в какой-то номер И вот это прям Самый такой типичный номер Из какого-то Фильма Я не знаю Боевик это или Ну не важно Но это номер из фильма В котором все прокурено Везде харчки Мятая простынь И даже я там дня два Где-то три просидел Представляете Мне было очень плохо Но я не выходил никуда Потому что был вот страх Выйти на улицу снова И снова что-то двигаться Куда-то идти Иногда лень становится Или тяжело становится Или что-то вот так Я пообщался с друзьями Мне стало легче Я прям накинул рюкзак На улице был дождь И я пошел все Вот, да Захотел домой Я прям Очень сильно захотел домой Я такой Где моя кроватка Хочу лечь в свою кроватку Мама, мама Ну нет, не так, конечно Хотелось домой А как сейчас относятся Твои родители К тому, что ты делаешь? Сейчас относятся хорошо Потому что Для взрослых Если они Увидят тебя в телевизоре О, в телевизоре Да Вот Ну я уже Не один раз был в телевизоре Передавал маме привет Вот После этого Наверное Она стала относиться Как-то получше Ну и все же Что Сейчас есть реклама на канале Я помогаю маме Вот Мы Точно не богатая семья Далеко не богатая И сейчас я помогаю Мне это нравится Ей это нравится И она понимает Что на самом деле Это не просто какое-то Там Развлечение Или Там Юношеский максимализм Что я там Объеду весь мир Без денег Там Без всего А на самом деле Что это и работа Потому что Поэтому сейчас Когда я Чем Ну Делаю видео свое Там Мама мне звонит Или пишет Че делаешь Видео Все Ко мне никто не пристает Я делаю видео Вот она Моя любимая Железная дорога Самая лучшая По мне Это путешествовать По железной дороге Давай Давай Илю В общем Ребят Не переживайте Все отлично Ничего не сломал Ничего не порвал Ничего не ударил Летать Летать Нет Не люблю Хотя Одно из Самых таких Насыщенных Что было Ну вот В Карабахе Пока Я летал На самолете На маленьком Да Видео Ко мне было А Видео Еще не все Вышли У меня Еще будет Три видео Про Карабах Два Три Видео Где-то Да Ну Что-таки Есть страны Куда Наход Среди В одной Угу Ты планируешь Посетить Эти страны? Планирую Посетить Все страны А какие Там Астрава Что такое? Я не скажу Что я прям Планирую Вот Но хотелось Б побывать Везде Вот На всех Континентах Хотя бы Это точно Ну вот На Южный Северный Полюс Это дорого Это Сложно Нужно Собирать Какую-то Экспедицию Покупать Дорогую Одежду Все Все Дорогое Вот Ну и туда уже Или на корабле Или на самолете Я даже Не знаю Когда добраться Пока что Не знаю А помнишь В детстве В детстве Место Куда Ты хотел Очень попасть Я в школе Хотел попасть В Владивосток И в Калининград И в Австралию В Владивосток попал В Калининград Еще нет Ну и доберемся Да Потому что Ну почему В эти города Потому что Как-то Ну мне кажется Это Россия Она такая Огромная Побывать И с этой Стороны И с этой Стороны А Австралия Потому что Это что-то Прям Такое Очень далекое Ну и в Америке Хочется побывать В Южный В Северный Да Везде Везде Какая культура Больше тебе Близка По-близости Какая культура Да Ну Культура Это в плане Еда Там Ну все В общем Да В совокупности Наверное Тайское Почему Ну они такие Не парятся Они на расслабоне Они Всегда Радостные Всегда Как-то Ну все Все у них просто Еда Также вкусная Да В Таиланде То есть это твое рассуждение Со стороны Да Вот то что ты видел Да А там бедные районы Все такое Ну все есть Да Также Бедные Бедные есть везде Но не настолько Бедные Как например В Индии Или В России Мне кажется Так Ну даже Бедным все равно Там проще Потому что Всегда тепло Особо Не паришься Вот ты собрался Приехать в Амминию К примеру Ты что Читал Нет Ничего не читаю Ничего не узнаю О тех странах Куда планирую поехать Ну может быть Прям совсем чуть-чуть Вот прям Очень-очень Малую часть Потому что Как мне кажется Возможно это неверно Я Нарвусь на статью Какого-нибудь блогера Которому Предположим Не понравилось в стране И я нахватаюсь Вот этого негатива Приеду И буду на все смотреть У некрасивые дома У много мусора Или там Наоборот Попаду на статью В которой прям все красочно Вот Приеду И везде буду видеть это Вот А я хочу приехать И вот именно Выдать свое Ощущение Что я увижу А потом уже можно прочитать Про страну И сравнить свое Первое впечатление И других людей Вот ты был в Индии И для тебя Ну Ты сам рассказываешь Там грязный Мусор И все такое Как по-твоему Это насколько Блядь на красоту Страны То есть Есть красота Вот Визуальная Есть чувство Красоты Ты находишься Тут может быть Огромный мусор Бак Бака Да Ну да Мне показалось Что я что-то не дохожу И Вот все равно Этот бак Не являет на красоту Которую ты чувствуешь Конечно Ну Это как раз таки Есть Индия Если бы там было все чисто Это не была бы уже Индия Вот Самое интересное Смотреть Что Как люди живут Среди этого мусора Вот что здесь удивляет Что они радостные Они улыбчивые Они поют Они играют Вот И на этот мусор Не смотрят Как ты думаешь От чего это зависит Что они будут Такие радостные Я думаю Это из-за религии В том году еще Получается В 2018 Я планировал Сделать Такой круг Из России Попасть в Турцию Из Турции Грузия Потом Армения Азербайджан Ну вот Какими-то путями Или Иран сразу После Ирана Афганистан Пакистан И Индия Вот что я планировал Сделать Вот Индия Потому что Вообще первое мое путешествие В которое я выехал В 2017 году Вот Конечная точка Была Индия Но я так и не попал туда Вот хотел так Прокатиться Попробовать Но уехал в другую сторону В повторную Владивосток Там Южная Корея И потом И потом уже В Индию Попал Вот А в этот раз Меня пригласил Арутюн Вот Думаю В Армении Много кто его знает Да Из-за социальных экспериментов Пригласил Сказал Что покажет Много всего интересного Вот Ну и на самом деле Покатались по Карабаху Посмотрели И храмы Посмотрели И пещеры Посмотрели Ночевали В Такой Я не помню Как это называется В общем Для коров Выкапывают Где они там Спят Не знаете Как называется I don't know Вот В общем Ночевали там В деревне Призраки Вот После войны Что осталось Вот Там ночевали Ночью выли Шакалы Вот Мы думали Что они к нам Подойдут Поэтому Когда мы Забрались В эту Пещеру Вот Поставили Металлические Листы Там нашли Мы Хотим Увидеть Шакалов Самых Настоящих Шакалов Для безопасности Да Что-то я уже Перешел вообще На все путешествие Но да Особо Как бы я не Загорался Армении Да Хотел посетить Потому что В планах У меня посетить Все страны Которые есть Не знаю Насколько Это все получится Стран много Ну Вообще Цель такая Побывать везде Узнать всех Посмотреть на всех Пообщаться Со всеми Ну пусть Это так Не будем считать Начал тогда С 19 лет я начал Постоянно работать И до 26 Ти работал 7 лет И у меня Не было времени Думать У тебя есть Время подумать Что ты будешь Сегодня кушать На чем ты Поедешь домой Чем ты Расплатишься Например За квартиру За кредит У кого он есть Что ты будешь Делать в субботу Больше Ты подумать Ни о чем Не можешь Потому что У тебя Или нет времени Или Ну это глупости Какие-то Вот А сейчас Думать Это вообще Интересно О себе Думать Почему Вот я поступил Так Почему Этот человек Так поступил Вот Ну интересно Думать О взаимодействии Людей Почему Люди Сделают Так И Как Сделать Так Чтобы Они Сделали Не Так Далай Ламин Я в Таиланде Постоянно Ну и вообще В теплых Странах Я Очень часто Ночевал На улице У меня Есть Спальник У меня Есть Коврик Вот У меня Есть Палатка Ну В палатке Там Жарко Ночевать Поэтому Просто Залазил В спальник И Там Ночевал Просто На улице Иду Захотел Спать Лег Все Уснул Да 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 Поначалу Было Нелегко Я не знал Где Остановиться Там Как Что Сейчас В городе Я могу В парке Поставить Палатку И лечь Спать А люди Походили Там Скажем У тебя Отвратили Страны То Что Спрашивают Нет Ну Раньше У тебя В жизни Было Что Ты Видел Таких Людей Которые Просто Все Спали Ты Представляешь Что В один День Таких Нет Нет Конечно Нет Конечно Интересно Нет Я Не Представлял Свои Рассуждения Когда Человек Спал на улице Ну Я Я Их Я Относился К ним С презрением И До сих пор Отношусь Но не из-за того Что они спят На улице А Из-за того Какую жизнь Они ведут Блин Чувак Если У тебя Нет дома У тебя Ничего Нет Зачем Бухать Жить На одном Месте Если Ты Можешь Путешествовать Проповедь Возможно Но я Больше Хотел Рассказывать Молодежи Менять Людей Это Супер Недавно Мы ехали В Карабахе С Арутюном Автостопом Ехали И два парня Спереди И мы Начали Говорить Кто Любит Свою Родину Кто Любит Свою Землю Там Такой Чуть Не Очень Хороший Разговор Был Я Одного Спрашиваю А Ты Мусоришь Ты Говоришь Ты Любишь Свою Землю Любишь Корабах Ты Выкидываешь Мусор Он Такой Ну Да Выкидываю Я Говорю Ну Как Ты Можешь Любить Если Ты Выкидываешь Мусор Вот Что Это Такой Если Ты Говоришь Ты Любишь Это Все Ты Готов Это Все Защищать А Почему Ты Не Защищаешь От Грязи Свою Родину И Он Открыл Бардачок Такой Положил Пакетик Говорит Все Теперь Я Не Буду Мусорить Да И В Индии У меня Часто Такое Было В Индии Вообще Все Засрано До Такой Степени Ужас И Там Бывает Ребята Подходят Знакомятся Я Например Кофе Попил Он Такой Давай Стаканчик А Выкидывай Я Такой Нет Нет Нормально А Мусорки Нет Рядом Он Такой Давай Мне Ну Я Ему Даю Думаю Может Он Выкинет Пойдет Куда Или Чего И Он Берет Выкидывает И Дальше Разговаривает Зачем Ты Это Сделал Говорю Тебе Нравится Вот Этот Весь Мусор Он Такой Нет Не Нравится Ну Я Подхожу Беру Этот Стаканчик Иду Там Далеко Где Урна Иду Выкидываю Этот Стаканчик Возвращаются Они Такие Смотрят Да Тебе Я говорю Ну Вот Почему Вы Так Относитесь К Этому У них Где Ни Засядет Возможно Это Да Вот Вот Я Вот Я Еще Похвастался Вот Этим Что я скажу о заработке на ютубе Это Очень приятно Приятно Когда ты Занимаешься Делом Которое тебе нравится Не скажу Любимым делом Потому что Любимое дело Это Валяться на кровати Вот Делать то Что нравится И еще Получать За это Деньги Но Деньги Это Инструмент Это Фигня Все Без Денег Художник Должен Быть Голодный Вот Чего Ты Боишься Больше Всего У Где Женщик В принципе Чего я боюсь Больше всего В жизни Подскользнуться На ступеньки И умереть Я не знаю Наверное Так Я боюсь Глупой смерти Вот Не то что Боюсь Ну да Побаиваюсь Но Меня Это Самого Смешит Я представляю Что Ну Ты прошел Там Эту страну Прошел Эту страну Там Пешком Да Практически Прошел Переплыл Море Выживал А потом Ванной Ванной Под душем Под душем Да Или ну вот Как я говорил Там на ступеньки Подскользнуться Упасть Удариться Виском Все Или там Сейчас просто Поправился Такой Упал И шею Сломал Все может быть Вот Абсолютно Все может быть Да Люди Умирают Как Подавились Косточкой Да Оливкой Бывает же Такое Это смешно На самом деле Ну Меня смерть Смешит Но Это тоже Интересное Чувство Я думаю Ничего Не надо Бояться Но Нужно Логически Как бы Мыслить Рассуждать Вот Мы Были В Карабахе И С Арутюном Полезли в гору И там Есть Логово Разбойников То есть Раньше Когда там Проходил путь Вот Шли караваны Какие-то Они заседали Там В скале Они выбили Пещеру Себе Там Три комнаты Внутри И Была Тропа Небольшая И они Сидели Выжидали И когда Шли Какие-то Путники Там Торговцы Они Нападали На них И Обворобили Да Да Я знаю И Он Предложил Мне Полезть Туда Но Там От Этой Тропы Уже Мало Чего Осталось Вот Была Тропинка Но К сожалению Тропинка Упала Три Метра То есть Тропинки Нет Нужно Будет В обход Пойти Поверь Это Нам Нужно Будет Просто По Скалам Ити И Что Опаснее Машина Едет Любой Камень Который Пойдет Он Очень Опасен Для Те Которые Здесь Проезжают Поэтому Нам Будет Максимально С Осторожностью Ходить Это Ответ Давай Просто Сейчас Попробуем Примерно Посмотрим Я Потому Что Не знаю Там Смотрите Там Ничего Нет Видите Вон Два Окошка И Чуть Видно Что Из Камней Кладка Заложенная Чтобы Видно Не было Да Там Комната Вот Ну и Опасно А я Вырос Вообще Родился В степи Вот В горах Лазить Вообще Не умею Не знаю Как Это Все И мы Полезли И прям В самом Начале Мне уже Стало Трудно Я прям Вроде Сделал Пять шагов Вверх А уже Смотрю Вниз И высота Какая-то Огромная Да Вот Эта часть Поехала Нет Слушай Я не готов Там Лезли дальше А еще прошел Дождь Глина Камни Все это Скользит Осыпается Вот Мы лезли дальше Я Уже Через минут пять Наверное Арутюну Сказал Что Все Я дальше Не полезу Давай Давай Еще чуть Лезем Дальше Арутюн Стал Переходить По траве Там Вылезла Змея Да Он Отпрыгнул Еле как Там Удержался На камне Я Быстро Побежал Вверх Он Говорит Беги Я Побежал Вверх Не Свободно Аккуратно Поднимись Туда Там Змея Быстро Поднимись Куда Давай Поднимайся Держись Поднимайся Держись На самом деле Это Очень Опасно И Неподготовленному Человеку Туда Лезть Вообще Ни в коем Разе Не стоит Арутюн Туда Полез Второй раз И он Просто По камням Вот здесь Уже внизу Дорога Ездят машины Прям Высота Очень Приличная Чтобы Ну хватит Этой высоты Чтобы Повредить Себе Себе Что Можно Я Не Рискнул Вот Потому Что Я Подумал Адекватно У меня Скользкая Обувь Вот Все Скользкое Я Неподготовленный Человек Я Никогда Не Лазил Поэтому Я Лучше Остану Здесь Он Арутюн Звал Меня Но Нет Я Не Считаю Ни капли Что Я Трус Или Еще Что Я Считаю Что Я Сделал Правильный Выбор Вот Но Все Ничего Не Надо Бояться Но Притом Нужно Делать Правильные Выводы Да Не Нужно Чересчур Рисковать Да Если Ты Уверен В себе На Сто Процент Это Вот Тоже Как Мы Разговаривали Да Если У тебя Нет Ни Капли Сомнения То У Тебя Получится У Меня Было Сомнение Я Сомневался В себе Поэтому Я Не Стала Такая История Как Тебя Продолжение следует